Привет, друзья! С вами Егоров Артем, и в этом видео речь у нас пойдет о третьем задании из ЕГЭ по информатике. Задача достаточно простая. По условию у нас имеется граф, он изображен слева, также имеется матрица, она же таблица смежности, и в ней хранится информация о длине дорог между пунктами. Но одна проблема. На рисунке каждой точки соответствует буква, а в таблице эти пункты пронумерованы, и мы не знаем, какой буквой соответствует какой пункт. Но это очень легко восстановить. Для начала по рисунку очень просто определить, сколько дорог выходит из каждой точки. К примеру, из D выходят 3 дороги, из K 2 дороги, из G 3 дороги, из V, например, 5 дорог, из A 2 дороги, из B 3 дороги, и из F 4 дороги. Далее смотрим на таблицу. Фокусируем внимание на одну строчку и считаем количество чисел, стоящих в этой строчке. Например, у пункта 1 имеется только 2 числа, значит ставим здесь двойку. У пункта 2 имеется 3 числа в этой строчке. У пункта 3 тоже 3 числа, у пункта 4 4 числа, у пятого пункта 2 числа, у шестого 5 чисел, и у седьмого 3 числа. И далее мы находим уникальные значения, то есть те числа, которые встречаются на рисунке только один раз и в таблице один раз. К таким относится число 5. В таблице мы видим, что у нас только у пункта 6 имеется 5 чисел в строчке. Соответственно, V это пункт 6. Также уникальным числом является четверка. Она находится у пункта F. В таблице мы видим, что 4 дороги имеют пункт 4. Далее у нас остались только неуникальные числа. Но мы также можем легко найти пункт А. Смотрите, на рисунке он пересекается с пунктом В и еще с каким-то одним пунктом. Так как он пересекается с пунктом В, а он соответствует пункту 6, значит пробежимся по значениям внутри таблицы. К примеру, 50 стоит на пересечении пункта 6 и пункта 2. Смотрим на вторую строчку и видим там 3 числа. Значит это не пункт А. Далее 65. Это пункт 6 пересекается с пунктом 3. В третьей строчке у нас имеется 3 числа. Это тоже не пункт А. Далее 22 стоит на пересечении 6 пункта и 4. Но 4 мы уже с вами нашли, значит это тоже не пункт А. Затем 50. Это пересечение 6 и 5 пунктов. В пятой строчке у нас имеется так раз 2 числа. Это 10 и 50. Значит А это 5 пункт. И далее, найдя пункт А, мы легко найдем пункт Б. Потому что А соответствует пятому пункту, а у него 2 дороги. В этой строчке мы видим, что он пересекается с третьим и шестым. Шестой у нас есть, значит Б это пункт 3. И теперь давайте взглянем строчку пункта третьего. Мы видим, что числа стоят на пересечении с пятым, шестым и седьмым пунктами. Пятый и шестой у нас уже есть, значит Д это пункт 7. И по условию нам необходимо найти дорогу из пункта Б в пункт Д. Это вот это ребро графа. Значит ищем пересечение третьего и седьмого. И оно соответствует числу 8. Это и будет являться ответом на данную задачу. Если вам этот разбор понравился, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а я сейчас с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok